Создание круговой развязки довольно-таки нелёгкое дело, но и одновременно простое дело. И для этого я покажу пример на этой фигне. Для начала нам понадобится нот-контроллер и интерсекшн-маркинг-тул. С помощью нот-контроллера мы раздвигаем, так сказать, границы наших узлов, чтобы выглядело более-менее пространственно, и машины могли нормально разъезжаться. Потом с помощью ТМП разбиваем, так сказать, дороги на направление. Съезд обязательно совершается с крайней полосы, а круговое движение у нас всё идёт по внутренней. И, соответственно, также мы делаем заезды-выезды. И получается, что поток машин у нас получился более-менее направленным, как вы можете заметить. Дальше приступаем уже к основной части. Это интерсекшн-маркинг-тул и делаем всё, как и с помощью ТМП. По направлениям машин разбиваем дорожки. Ой, не дорожки, а линии, получается. Пунктирные линии, цельные линии и там потом будут ещё у нас эти декоративные линии. Это как раз-таки новое обновление интерсекшн-маркинг-тул, позволяющее добавлять как пропы, так и, получается, нетворки. Делаю я такую, как бы, клумбочку, почему бы и нет, с помощью предмета заполнения, то есть предмета инструмента. И вот уже один такой примерчик мы сделали, а дальше мы просто везде всё это вставляем, копируем и вставляем, чтобы не тратить наше время. Получается, пунктирная линия, отходящая по центру от клумбы. По краям у нас цельные линии, показывающие края автодороги. И вот такая вот пунктирная линия от клумбы, которая показывает, так сказать, тоже границу дороги, но и одновременно, так как она прерывистая, то позволяет за эту дорогу, точнее, на эту дорогу выехать. Потом вот по краям, получается, самого кольца уже, развязки, мы создаём вот такие вот, уже кто как хочет, но уже создаём такие, как бы, барьеры. Вот, как бы, само кольцо уже по факту готово, оно у нас уже аккуратное, нормальное и рабочее. Ну, рабочее вы увидите уже в конце. Дальше уже идёт само, получается, декорирование, то есть тут кто как хочет. У меня, например, кольцо, в моём случае, это, получается, не городское кольцо, а уже где-то, там, не знаю, субурбия, то есть, там, не знаю, посёлки какие-то территориальные, там, поля и всё такое, то есть у меня это какая-то автотрасса, соответственно, у меня есть отбойники какие-то и, грубо говоря, чёткая, чёткая видимость ограничения дорог, без возможности припарковаться. То есть, ну, обычные хайвэи, вот. В принципе, ничего такого, потом там добавим ещё пару штук. Учитывая, что это всё-таки не автобаны, не скоростная трасса, то здесь у меня отбойники предусмотрены только лишь по краям, но не на самих клумбах. На самих клумбах у меня будут, получаются, баларды, их вы увидите чуть-чуть позже. Также предусмотрены, получается, разделители полосы, получается, по клумбе в виде бочек, ну, потому что, наверное, других ассетов просто не было, чтобы лучше показать. Но там должен находиться знак разделения полосы на два направления. То есть, вы помните, такой синий кружочек и две белых стрелки, показывающие вниз, влево и вправо. Вот, собственно, разделитель полосы. Вот. Как бы ничего сложного в этом нету, главное наличие вот двух модов. Это Intersection Marking Tool и Traffic Manager President Edition, если полное название, а кратко это МПЕ. Вот. Рекомендую к всем круговым развязкам применять скорость движения автомобиля одинаковую к стыковочным дорожкам и одинаковую на самом кольце. Потому что, если где-то автомобиль ускорится, а где-то он замедлится, то это скажется, ну, по сути, прям на всей длине маршрута и длине кольца. Машины будут тормозить друг об друга, потом ускоряться, вот эта сосиска будет продолжаться постоянно. Вот, вы видите, кстати, балардами я вот так прикрыл все. Расставляем бочечки вместо разделителя полосы. И, собственно, вот такая вот штука у нас, по сути, это готово. Просто дальше идет дополнение, вставочка и так далее. Ну, все как обычно. Выбрал для этого я красный цвет, чтобы, так сказать, сопоставлялось с красными балардами, которые у меня по факту полосатые, красно-белые. Но то такое. Главное, чтобы выглядело все аккуратно, красиво и очень-очень-очень симметрично. Как видите, у нас получился такой, как бы, звездная круговая развязка. И, собственно, можем посмотреть, что из этого вышло. Вот такая вот билиберда у нас была непонятная. И мы получаем вот такую вот аккуратную круговую развязку. С, в принципе, нормальным функционалом, нормальной скоростью и достаточной поддержкой нынешнего трафика, который у меня там присутствует. Потому что это Киев-миниатюрия, это въезд в город. Точнее, один из въездов. И, как видите, более-менее все нормально. Но для больших трафиков нужно, конечно, другие развязки или кольца намного больше. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующей Блиц-серии. С вами был SFM. Кадры из миниатюрной Киева. Всем желаю удачи и всем пока.